Уже несколько лет подряд в Развилковской детской школе искусств с аншлагом проходят концерты музыканта Бориса Бельского. Вот и в этот раз гитарист решил порадовать публику и подготовил увлекательную программу. Выступил перед зрителями не только сам маэстро, но и его муза и жена, преподаватель по классу гитары и домры Ольга Бельская. Их дуэт стал сюрпризом вечера. Виртуозное мастерство артистов позволило передать все тончайшие оттенки чувств и настроений. Публике подарили яркое и незабываемое музыкальное путешествие. И в эту поездку, как говорится, все включено. Это те композиции, которые в том числе написаны специально для нашего дуэта композиторами из других стран. Ну и те переложения, которые мы делали сами. Какого-то тематического единства в нем нет. Это та музыка, которой хотелось бы поделиться. Не покидая стен школы искусств, зрители побывали во многих уголках мира и словно на машине времени пронеслись по разным эпохам. В программе концерта произведения Моцарта и Баха, латиноамериканских авторов, наших соотечественников и современников Никиты Кошкина и Александра Винницкого. Магия струнных инструментов в талантливых руках никого не оставила равнодушным. Я очень хочу так играть. У них очень высокий уровень игры. Прям мастера. Было очень-очень хорошо. Больше всего мне понравились Ольгин вальс, Бах и Моцарт. А как это твоя мечта? Вырасти и стать знаменитым музыкантом. Для ребят такие концерты – это отличный творческий импульс на их пути к музыкальному Олимпу. Очень важна мотивация. Зачем, для чего. Вот этот момент, когда ребенок зажигается. Важно найти, что его зажигает. И когда он видит играющего своего педагога, который его обучает, конечно, мне кажется, что это очень хорошо помогает это желание поддерживать, обучаться, заниматься. Он видит ведь не только музыку, которую ребенок играет. Он ведь ощущает отношение педагога. Он ощущает атмосферу в зале. В ближайших планах руководства школы искусств проводить подобные концерты на постоянной основе. Следите за афишей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.